25 марта Владимир Путин выступил в прямом эфире с обращением к россиянам о ситуации с распространением коронавируса. Он заявил о мерах по поддержке граждан и бизнеса, перенес голосование по Конституции и объявил неделю выходных. В связи с этим глава Денис Семенов собрал вне очередное оперативное совещание, чтобы организовать работу учреждений, отвечающих за жизнеобеспечение города. ТС «Камус Энерго» переходит на вахтовый метод работы. Пока водных толком нет, но ориентировочно в виде вахтового метода может быть будет организовано. То есть у вас будет дежурная служба, все будут работать, правильно? Да. Правильно. Лично вы, как руководитель, вы бы находитесь в городе на телефоне, на связи, если какая-то происходит аварийная ситуация, то есть вы непосредственно со своими службами на ее устранении. Правильно? Правильно. Значит, я так понимаю, что у нас не будут работать некоторые поставки. Вы продумайте, чтобы у вас на эту неделю был полностью материально-технический запас всего необходимого обеспечен. Ну, вроде бы, большое количество есть. Ну, вдруг мало ли я к тому, что там, ну, не дай бог, какая-нибудь задвижка лопнет, которую нужно покупать, а нигде не купишь, потому что вот так, ну, мы должны иметь в виду, что у вас потеряли технические запасы. Теоретически мы даже за один день это уже ничего не сделали. Вот. Ну, мы, чисто, ну, большим количеством будет, по-моему. Понятно. Хорошо, спасибо. Управляющие компанией «Эленком», подрядной организацией «Юг и Север» будут работать в штатном режиме. Все материалы имеются в наличии. Мы работаем в обычном режиме. Все как работали, да? Работали. То есть нет у нас удворников, нет никаких графиков выходного дня. Все как работают, так работали. ЖИКО у нас работают. Телефон у нас ЖИКО «Север», ЖИКО «Юг» все те же, аварийные службы, все те же номера. То есть никакого, никаким образом, то есть жители как обращались в ЖИКО, так и выполнение заявок, так и же идет. Здесь ничего не меняется. Понятно. Хорошо. Ну, у нас обеспеченность с вами имеется, да? Ну, необходимые трубы, материалы, запасы, коронавирус. Все работали, не соляк. Все. Спасибо. МБУ, управляющая компанией «Электрогорск», будет заниматься мониторингом и обслуживанием детских площадок. В электрогорском филиале «Мособлэнерго» работа будет организована как в праздничные дни. График, ответственные лица. В случае аварийной ситуации сотрудники выйдут на оперативное устранение. Мы будем работать как в праздники, как в праздничные, как в выходные дни. То есть, аварийная бригада будет дома сидеть. Значит, на производственном участке будет находиться оперативная лесная бригада. И ремонтные бригады будут дома. То есть, будет график, будут ответственные лица. Как только будет приказ на ответственных лиц, на персонал, на правильную администрацию. То есть, в случае, если... Аварийный запас у нас присутствует. То есть, дизельный генератор, если нужно, подтянем. То есть, все как в обычной... Ну, в случае, если какая-то ситуация нештатная, то есть, мы ее оперативно так же устроим. Правильно? Правильно. Все. Хорошо. Спасибо. Компания МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» будет работать в штатном режиме. Работаем в обычном режиме. Из-за исключения, там есть один тракторист 60-летний. Николай Ильич, у нас с вами очень серьезная нагрузка. Сейчас дорожная и транспортная сеть, во-первых, нуждается в очистке, в ремонте, в горячем асфальте и в приведении в порядок. И плюс на те замечания, выданные на объезде, то есть, которые необходимо устранить, оперативных тоже нужно устранить. Да, конечно. Постараюсь, чтобы у вас все службы работали ежедневно, нормально, то есть, все ваши сотрудники выходили и были на рабочем месте. За словом, конечно. А по человеку, которому старше 65 лет, что делать-то? У нас звонили, горячая линия, выдают больничные. Сегодня уже вот у нас Дмитриев звонил, и мы уже выписали без проблем. Знаешь, если с больничным будет какие-то проблемы, пойдет отпуск, ничего страшного. Прошу вопрос. Хорошо, спасибо. Работа СХРУ также будет осуществляться в штатном режиме. Руководитель МУП «Порядок» сообщил, что работа рынка пройдет без изменений. Баня приостановит свою работу. За этот период там проведут уборку. Вы работаете в обычном режиме без изменений. Вячеслав Федорович, что-то прошу. Лариса Сергеевна, сейчас читаю постановление, как раз выдачу, у меня не открывается еще файл ПДП. На написание, что приостановление оказания услуг банями и душевыми. Свяжитесь с потреб рынком, да, уточните все это. Тогда из какого числа? Эту неделю работаем в штатном режиме. То есть баня работает в четверг, пятницу, субботу, да, в воскресенье. С понедельника. Пятница, суббота, воскресенье. Да. С понедельника тогда... Будем обсуждать. Не надо обсуждать. С понедельника тогда в следующей неделе выходные. Никого не будет. Да, неделю берете паузу, а также у вас вообще российские выходные. Баня в следующей неделе работать не должна. В этот период прошло не просто, как бы, да, то есть там вчера делали объезд, но нужно порядок навести. Перед баней нужно вести порядок, там, за территорией, там, с потолками разобраться, со свещением разобраться. То есть неделю выделить тому, чтобы баню привести в эстетический вид и зато привести в генеральную уборку внутри. Хорошо. То есть за следующей неделю мы над баней тогда делаем выходные. Все, Лариса Сергеевна, и по рынкам, и по ярмаркам. Еще раз уточните, потому что вот этого постановления не было, которого... Рынок, я считаю, должен работать. Рынок не надо останавливать. У нас и так нагрузка идет на осенье. Сейчас большое количество приезжих идет на дачи, поэтому если рынок закрывать, то не надо. Но рынок нужно обрабатывать каждый час. Каждый час должны обрабатываться ручки, двери, прилавки, витрины, все, что идет. И постарайтесь все-таки на рынке, у вас же есть... Михаил Юрьевич. Да. Нина Владимировна. Да. Извините, рабочий класс. И постарайтесь все-таки на рынке, у вас же у индивидуальных предпринимателей, которые работают, есть же терминал оплаты безналичные? Да. И старайтесь все-таки больше этим пользоваться. То есть, по максимуму, по максимуму, есть такая возможность, конечно, с покупателями приобщения пользоваться терминалом оплаты. Просто оплаты, да? Каждый час проходит уборка. В понедельник у вас санитарный день, как положено по правилам, тоже проводить генеральную уборку. Плюс у вас территория на рынке, там есть вчера были замечания, тоже в МКО обозначены, которые необходимы. МКО «Ритуал» будет осуществлять в прежнем режиме заявки от жителей. Денис Олегович, мы сейчас состыкуем график работы ЗАГСа и МФЦ, потому что мы завязаны на эти две структуры. Если ЗАГС в какие-то дни не будет работать, то, соответственно, мы в эти дни услугу не сможем оказать, потому что они не будут выдавать свидетельство о смерти. То есть, мы сейчас отработаем этот момент. График режима работы для людей. Мы сейчас определимся, и график работы именно для того, чтобы можно было оказывать услугу. Хорошо, в сегодняшний день тогда график режима работы полностью составить и донести до заявления. По словам руководителя многофункционального центра МАИ и документа, с 26 марта заявление можно подать только по предварительной записи. С 26 числа подать документы в МФЦ можно только по предварительной записи и только по социально значимым услугам. Выдача документов без предварительной записи. То есть, если заявитель пришел, ему сразу выдали документы. Услуги свидетельства о смерти и по ритуалу без предварительной записи. Окончательного решения, как будет работать МФЦ, пока нет. Но вы когда сформируете график режима работы, также будут, наверное, какие-то указания из Мингосуправления, правильно, по работе МФЦ, тогда ждем, в любом случае, до конца недели, и нужно будет тогда провести тоже на население, режим работы. Хорошо, спасибо. В единой диспетчерской службе все по плану, рабочая неделя в обычном режиме, прием заявок и звонков. О работе образовательных учреждений в этот период рассказал начальник управления развитием отрасли и социальной сферы. Татьяна Викторовна, есть понимание, как школу саблина? На сегодня, пока мы ждем каких-то рекомендаций, разъяснений со стороны Министерства образования Московской области, пока их нет, в принципе, школы мы можем закрыть, организовав там дежурство. С садами, наверное, будет посложнее, потому что все равно может оказаться, что не с кем оставить детей маленьких. Но там работают у нас организованные дежурные группы, поэтому, чтобы никаких не было, скажем так, трудностей, мы можем работать в таком режиме. Но посмотрим, я думаю, что в любом случае за сегодня, за завтра однозначно какие-то рекомендации от Министерства мы получим. Отдел социальной защиты населения временно прекращает точный прием граждан. У нас изменения в части, в принципе, уже озвученного прекращения очного приема. А во всем остальном, наверное, более усиленный вариант. Владимир Аль, скажите, пожалуйста, куда можно обратиться, допустим, если человеку старшего возраста необходимая помощь? Это у нас телефон горячей линии 320-56. 320-56. Телефон горячей линии нашей защиты, правильно, Алексей? Да, и мы работаем теперь во взаимодействии с горячей линией области этот телефон. То есть мы принимаем заявки и от областных телефонов горячей линии. Социальные работники будут особо внимательно относиться к своим подопечным на дому. Ну и будем реагировать на все звонки, просьбы, тем более, вот сейчас обзор прошел и уже пошла обратная связь, люди уже знают этот телефон наш, уже звонят и просят оказать услуги в части приобретения продуктов, питания, лекарств, если это основной такие. Так что здесь расслабляться очень хорошо. Конечно. Пожарная часть будет работать в усиленном режиме, так как сейчас начался весенний пал травы. Пожарная часть, я так понимаю, что... В усиленном режиме пожароопасный период. Да, мы начали, да, так понимаю, уже, да? Да. А вчера что у нас было с событием? Вчера три выезда для школьников. Где горели? Красного, Крамасского. Везде. Есть такая немножко тревожная нотка, да, потому что школьники, школьники... Вообще две тысячи человек, да, чуть больше двух тысяч человек школьников сейчас находятся на каникулах и на удаленном обучении. И вот у нас уже пожарная часть за вчерашний день тревога закаталась. Я думаю, что вряд ли это само сгорание. Скорее всего, кто-то просто балуется, да, откровенно. Поэтому полицию, тоже прошу, Сергей, не свяжитесь с Александром Петровичем, чтобы при патрулировании, да, смотрели на такие группы, которые там в полях ходят, гуляют. А потом у нас там все начинает гореть. Ну, я хотел бы как раз, ну, в какой-то момент, сегодня у нас комиссия по чрезвычайным ситуациям. Хотелось бы, чтобы все члены комиссии были, и кто нас там, кого приглашали, обязательно присутствовали. Потому что будет всего два важных вопроса. Как раз это подготовка к пожару в классном периоде и плюс коронавирус. Смагина, верно, только приедет к своим выступлениям, докладу. Прошу всех присутствовать, всем быть. На этом оперативное совещание было завершено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова